Десятки кукол и мягких игрушек. От разнообразия у посетителей выставки глаза разбегаются. Куклам Татьяна Манычева неравнодушна с детства. Любит шить их в разных техниках. Последняя серия ее работ – куклы в руссконародном стиле. Вдохновение получила, посмотрев костюмы разных народов. Начинает это все так будоражить, фантазия разыгрываться, что уж не можешь остановиться. У меня получалось дня два на новый наряд. Это было очень интересно. Свои работы на выставку представили мастера из Самары и Тольятти. В экспозиции почти сотни экспонатов. Это куклы в разных техниках, мягкие игрушки, а также кукольная мебель. Здесь можно встретить героев знаменитых сказок. На выставочных стеллажах поселились Карлсон, Пиноккио и Винни-Пух. Для детей в первую очередь это понять, как они выглядят в 3D. То есть, чтобы они поняли, вот она сидит на плетеном стуле, кукла ожившая, у нее влажные глаза блестят, рюши на платье можно потрогать. То есть, чтобы они почувствовали, как близко все это к ним. На выставке проходят и мастер-классы. Здесь можно и самому научиться шить. На выставке можно не только посмотреть кукол, но и самому почувствовать себя в роли мастера. Для этого потребуется немного, несколько лоскутков ткани, нитки и получается вот такой забавный сувенир. Выставка «Кукольный дом» будет работать до конца апреля. Лариса Шлафаст, Максим Гусев, События.